Девушки отдыхают Ура! А ну-ка, позвольте попробовать Карыч, ёлки-иголки, ты где так научился? Я когда-то гостил в Бурятии Буряты научили меня стрелять из лука Я даже участвовал в соревнованиях на празднике Сур-Харбан Переводится как стрельба в Сур Так у них мишени называется А не устроит ли и нам Сур-Харбан? Почему бы и нет? Организацию беру на себя Карыч, а ты научишь меня стрелять? Ну, по-по-по-бурятски? Ну, конечно Легко Соревнования за звание лучшего лучника Объявляю открытым Победитель получит приз Ящик морковки Не переживай, ёжик Считай, что приз у нас в кармане Начали! Красный, ёжик Браво, браво! Итак, победила Нюша! Ты это как? Карыч научил И из лука стрелять, и ещё Другим бурятским обычаям Да-да, гости это очень кстати У бурят есть интересный обычай Гостевание Ты можешь прийти в гости Даже без приглашения И хозяева тебе будут рады И вкусно накормят А уж готовить буряты любят и умеют Так все и ходят вместе из дома в дом Потому что гостевание И танец у них такой замечательный Йохор называется Бурятский хоровод А пойдёмте, кстати, к Нюше в гости Вкусно-то как! Спасибо бурятам И Нюше Кстати, Карыч, а ты не мог бы и нас с ёжиком Тоже научить стрелять По-бурятски? Конечно! Продолжение следует... Бурятский хоровод Бурятский хоровод Что будет? Да что будет-то? Мне пришло письмо От почитателя Из Татарстана Так, то не то Вот Жди куч-тен-эч Представляешь? Куч-тен-эч! Да ведь это... Начинается! Сейчас нам такой куч-тен-эч будет Бараш! Куч-тен-эч по-татарски Значит, гостиниц Ты только посмотри, что тут Татлы Сладкая помадка из сахара и молока Просто готовить и вкусно есть А это... Паурсак Крошечные пончики Их жарят в раскаленном масле А потом окунают в мед А еще корт Чак-чак Бармак Коштеле Как же они все это съедают И я бы не справился Не волнуйся, бараш В Татарстане Тебе всегда помогут И в деле И в праздновании Татары очень дружные Есть у них чудесный обычай Под названием Эмэ Обычай взаимопомощи Когда начинается большое строительство Или ремонт За дело берутся всем миром А уж после Устраиваются В местных угощения И гуляния Вот тут-то и пригождаются Все татарские вкусности Вдохновение? Да какое там Надо читателю моему Спасибо написать Хорошо бы по-татарски Сложно это Но можно Если с хорошим наставником Татарский язык Очень древний И на письме Татары сперва Пользовались Рунами Потом латиницей А теперь используют Кирильцу То есть Азбука у них Очень похожа на нашу А кроме того В татарском языке Много слов Понятных нам К примеру Чейнек Это чайник А сундук Это сундук Это я написал Большое спасибо За гостиницу А вы что подумали? Ух Продолжение следует... Продолжение следует... Девушки отдыхают Иголки-иголки, сокровище! Прямо тут, в нашем лесу Пираты спрятали и знаки оставили, как искать Как по мне, дружище, так это тамги Там кто? В Башкирии, или правильнее сказать, в Башкортостане Есть заповедник Шульганташ Здесь обитает редкая медоносная пчела Ее мед башкиры добывают древним народным способом Они делают на деревьях борти Специальные пчелиные дупла А сами деревья помечают родовыми знаками Которые называются тамги Деревья с такими знаками башкирские бортники Передают из поколения в поколение От отца к сыну Сейчас проверим Крош, ты там осторожнее Друг мой, стой! Там может быть... Тукмак Какой еще тукмак? Я же говорю, сокровище Пираты спрятали, знаки нарисовали Еще и ловушки поставили Ну и при чем здесь пираты? Для защиты своих бортий Башкирские бортники мастерят специальные колотушки Тукмаки Они защищают мед От главных лесных сладкоежек Медведей Пираты! Медведи? О, привет, ребята! Смотрите, что у меня есть Лесной мед Ценный и очень вкусный По башкирскому рецепту Помнишь, Карыч, ты мне рассказывал? Да-да, помню Мед у башкир Настоящее сокровище Ха! Видишь, сокровище! Как я и говорил Ага, только не пиратское А башкирское Ха-ха! Пойдемте! Я вам еще про башкирского героя Урал Батыра расскажу Поинтереснее любых пиратов будет КОНЕЦ КОНЕЦ Странное дело На дворе весна давно А кругом снег Ну и здорово, что снег На санках успеем накататься Не успеем Да, транспорт испорчен Но ничего Посмотрим, что у меня для вас найдется Вуаля Во! Это нам подойдет Отличный выбор Это сани северных народов Хантов и Манси Называются нарты У меня где-то инструкциях не была Погодите, сейчас поищу Может, все же подождем инструкцию Нет, как дождать Нашел! Инструкция! Должна быть где-то здесь! Значит так Ханты и Манси Два близких по культуре народа Живут на севере Западной Сибири Они зовут себя люди природы Потому свою природу берегут И уважают Они умеют делать рыболовные сети Из прухев И изделия из бересты Карыч, ближе к делу! Как тормозить-то? Э-э-э, минуточку Про это пока не вижу Зато взгляните, какая прелесть! Оказывается, как раз сегодня Во вторую субботу апреля Ханты и Манси Отмечают праздник Фурна-Хатл В этот день, по легенде Прилетает ворона Поет воронью песню И возглашает начало весны И как поет кто? Укуси меня, пчела Весна же! Вставать пора Здорово, ребята! О, сейчас чаек будет! О, инструкция Запрягать собаками или оленями? Запрягать? Что ж ты сразу не сказал? Мы бы лосяша позвали А вы чего это Усё на санках катаетесь? Веснаш на дворе! О, а кстати Что там Ханты и Манси Весной делают? Субтитры сделал DimaTorzok Ха-ха-ха Лови! Ёжик, лови! Лов... Ой! Ёжик! Хе-хе-хе А это ещё что? Ух ты, Карич Плохая была идея Аккуратнее, это древние вещи, они очень хрупкие Карич? Я тут вещицы из своих путешествий разбирал Смотрите, что нашел Маска забайкальских бурятов В древности буряты считали, что танцы в таких масках отпугивают злых духов Чем страшнее маска, тем больше духов отпугнет И не только духов Пойдемте, еще покажу А это шувыр Музыкальный инструмент из республики Мариел Похоже на волынку Марицы играли на нем на свадьбах и других праздниках Звуки шувыры удивительны Поговаривают, с их помощью можно даже общаться с птицами Ну, с птицами мы без шувыры общаемся Доезжим О, калмыцкая сумка для чая Калмыки народ кочевой Они много путешествовали и все ценное носили с собой Или на себе В том числе и чай Чай у калмыков особенный С виду похож на плитку шоколада Калмыки отламывали кусочек Кидали в котел и варили с молоком и специями Вкуснотища Ху-ху Хе-хе-хе Харыч, а почему ты нам все это раньше не показывал? Ого Тут столько интересных штуковин А это что? Как в музее Музее? А ведь и правда У меня тут вещей Оу На целый музей хватит Этнографический Ёжик, а ты знаешь, что такое этографический? Не этографический А этнографический От слова этнос Значит, народ Так Карыч сказал Ага, понятно Приглашаем вас в музей Этнографический То есть Народный Крики Имей в виду Это последний Больше нету Ай-ай-ой Знаешь Иди-ка ты Домой А гвоздь я как-нибудь сама Забью Подумаешь Гвоздь не смог забить Старину вообще без гвоздей Строили А это что? Изба? Ха-ха Разве ж это изба? В избе бревна лежат горизонтально А здесь под наклоном стоять Ты что наделал? Я же этот балаган Три дня строил Балаган Национальное Зимнее Жилище Якутов Стены у него Под наклоном Чтобы балаган Крепче держался А свет Легче попадал В дом Через окна Потому и название такое От якутского Балах-Аан Наклонная дверь Стены в балагане Обмазывали глиной А крышу Делали земляной Вдвоем-то Быстрее выходит? Что ж я тебя раньше Не позвал-то? Ха Я даже Историю сочинил А, вот Послушай И построил Великий ворон Балаган И был его балаган Выше неба И все звери лесные Дивились На это чудо Ха-ха Ладно, ладно Пойдем чай пить Знаешь, бараш У якутов Цены бы тебе не было Потому что я хорошо строю? Потому что ты красиво рассказываешь Будто Олон-Хо Исполняешь Какое еще Олон-Хо? Олон-Хо Знаменитый якутский эпос Сказания о богах И героях Некоторые истории Рассказывались По семь дней Подряд Чтобы стать настоящим Сказителем Олон-Хо Нужно было много учиться Сказители были Очень почитаемыми Леньми Почитаемыми А? А что это у вас там С избой? Почему без гвоздей? Да не волнуйтесь вы Я уже все переделала Субтитры сделал DimaTorzok Чего до сих пор? Почитаем it's hard to work Пусть Ей Оос Cait Пяткин, именинница дома ни о чём не подозревает. Отлично! Тогда, друзья мои, начинаем! Э-э-э, а что готовим-то? Рецепты все у Савуни? Опа! Да, об этом я не подумал. Ну, ни у кого случайно кулинарная книжка не завалялась? А что сразу я? То есть вкуснятины в смысле сюрприза не будет? Друзья, без паники! Кажется, есть у меня одна книжица. Ага, он не то. Вот. Приготовим что-нибудь из народной кухни. У каждого народа свои традиции и своя национальная кухня. Если народ живёт у реки, у озера или моря, в его блюдах много рыбы. Если рядом с лесом – грибные и ягодные блюда. Часто народы перенимают рецепты друг у друга, добавляя при этом что-то своё. Хе, щас и мы что-нибудь своё добавим. Начинаем готовить! Общак! Национальная кухня помогает познакомиться с народом и его традициями. Буряты по традиции готовят буузы. Пельмешки такие. Башкиры – многослойный пирог. Называется губадия. Утмурты – пекут перепечи. А народы Ямао обязательно варят на зиму морожковое варенье. Аккуратненько. Здоровенько. Вот, сюда. Ой! Сюрприз! Батюшка, это всё для меня? Мы вместе готовили. Дружно, так сказать. И есть будем тоже дружненько. О-хо-хо! Да у вас тут настоящий фестиваль получился. И правда, фестиваль. Фестиваль дружбы народов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова